Усадьба Гребнева – один из главных исторических памятников, расположенных на территории городского округа Щелково. Усадьба принадлежала многим представителям знатных родов. В числе владельцев был князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, один из руководителей первого ополчения против польских интервентов в «Смутное время». Так символично именно в День народного единства на территории усадьбы установили бюст князя военного государственного деятеля и спасителя отечества Дмитрия Трубецкого. Ну что, друзья, мы сейчас вспоминаем всех героев и князя Трубецкого, и Менина, и Пожарского. И надеюсь, что со временем нашими трудами на Красной площади появится памятник князю Дмитрию Трубецкому. И мы искренне верим, что вот те искорки жизни, которые уже вдохнули в музей-усадьбу, и тем более открытием сегодня этого замечательного исторического памятника мы подвигнем наших земляков, наших россиян к более глубокому изучению и знанию истории своей Родины. Вот эта человеческая генетическая память, которая у нас заложена, она, наверное, является основой, оберегом нашей страны. Его надо ставить в единый ранг вместе с Мениным Пожарским. На создание Бюста ушло около двух недель. Сложность же заключалась в том, что изображение Дмитрия Трубецкого практически не сохранилось до наших дней. Но все же остались парадные парсуны, освободители Отечества, одна из которых с изображением князя Трубецкого. Портрет стал основой для работы скульптора и создателя произведения Эльзы Гайнадзиновой. Как она сама признается, Лепка Бюста стала для художницы интересным опытом и дала возможность прикоснуться к страницам истории. Для меня это вообще огромная честь прикоснуться к истории таким образом, восхлавить этого человека и поучаствовать именно в создании также усадьбы Гревнего. Потому что они все-таки связаны друг с другом. Андрей Ковалев участвовал, помогал, показывал ему какие-то материалы. Теперь Бюст расположен на входе в усадьбу. Это первый подобный памятник на ее территории. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.